Инсулин короткого действия, другое название пищевой, болюсный, обеспечивает усвоение углеводов, поступающих с едой. Это генно-инженерные инсулины, такие как актропит, биосулин, генсулин-Р, хумулин-Р и другие. Исследования показали, что применение интенсивной инсулинотерапии с многократными инъекциями инсулина значительно снижает риск поздних осложнений сахарного диабета. Необходимо понимать действия инсулина. Время начала действия, пик действия, продолжительность действия. Действия основной активной части дозы и отработки инсулина. Короткие генно-инженерные инсулины начинают действовать через 30-40 минут. Пик через 2-3 часа. Продолжительность основного активного действия дозы до 4 часов. Отработка хвост действия до 5-6 часов. При одинаковом уровне глюкозы крови ваши действия будут разными на пике и в период окончания действия инсулина. Продолжительность действия инсулина зависит от дозы. Чем выше доза, тем больше длительность действия. Суточная потребность в инсулине. Потребность в инсулине зависит от физической нагрузки, общего состояния и меняется в течение дня. Например, летом в отпуске и при регулярной физической нагрузке доза инсулина может снижаться на 25-40% при тех же приемах пищи. В то время, как во время болезни при высокой температуре потребность в инсулине наоборот возрастает на 20-25%. Поэтому полезно периодически подсчитывать общее количество вводимых единиц инсулина в сутки на 1 кг массы тела. Этот показатель поможет, если вы не можете справиться с контролем диабета и сахара скачут. Если показатель менее 0,7 единиц на 1 кг массы, то это сигнализирует о необходимости увеличения дозы инсулина. Величина показателя более 1-1,2 единиц на 1 кг и параллельное увеличение веса означает, что дозы инсулина надо снижать и регулировать питание. Коррекция доз инсулина. Первая коррекция – это коррекция инсулина по уровню глюкозы крови. Существуют рекомендуемые уровни глюкозы крови. Правильно рассчитать дозу инсулина для снижения избыточного сахара в крови можно с помощью корректирующего фактора. Корректирующий фактор – это величина, показывающая, насколько ммл снизится уровень глюкозы в крови при введении 1 единицы инсулина. Для короткого инсулина действует правило расчета правило 83. Разделите число 83 на количество единиц суточной дозы инсулина. Также можно воспользоваться данными корректирующего фактора, приведенного в таблице. Все приведенные расчеты являются приблизительными. Чтобы проверить правильность корректирующей дозы, надо замерить глюкозу крови через 2-3 часа после укола. Если глюкоза остается выше целевой, то надо увеличить корректирующий фактор. Если ниже, например, меньше 4 ммл, то снизить корректирующий фактор. Другая коррекция дозы инсулина по количеству пищи проводится с учетом хлебного фактора. Ориентировочные способы расчета хлебного фактора были даны в видео Диаматематика, часть 1. Временной интервал между инъекцией инсулина и принятием пищи. Очень важно соблюдать время между уколом инсулина и едой, особенно перед завтраком, поскольку утром чувствительность инсулина наиболее низкая. Пищевой пик регулируется паузой. Пауза – это время отведения инсулина до того, как вы начали есть. Цель паузы – достичь совпадения профиля всасывания пищи и действия инсулина, и как результат нахождения глюкозы в целевом диапазоне на всем протяжении после еды. Пауза подбирается по пищевому пику. Замер глюкометром – через час-полтора после еды. Если наблюдается высокий пик через час, но к отработке инсулина глюкоза снижается до целевых значений, значит еда опередила инсулин. Пауза зависит от уровня глюкозы. Если сахар низкий, пауза короткая или ее вообще нет. Если высокий, пауза более длинная, надо дать инсулину время развернуться, а потом начать есть. Принцип – ниже сахар, меньше пауза. Примерные паузы по уровню глюкозы можно посмотреть в таблице. Пауза зависит от времени суток. Утром пауза, как правило, более длинная, так как утром инсулин разворачивается медленнее. Пауза зависит от еды, которую вы собираетесь есть. Если еда быстрая с высоким гликемическим индексом, пауза короче. Если медленная еда, пауза больше. Доза короткого инсулина подобрана правильно, если уровень глюкозы возвращается к исходному уровню через 3-4 часа после еды. Пауза подобрана правильно, когда пищевой пик составляет плюс 1,5-3 ммоля к уровню глюкозы до еды. Кроме введения короткого инсулина на еду, короткий инсулин также может вводиться для коррекции высокого уровня гликемии и без еды. Но это рекомендуется в крайних случаях. Так как если сахар сильно подскочил до пика действия инсулина, лучше все-таки подождать, не кушать и пить больше воды. Подколка возможна после окончания активной фазы действия инсулина, после 4-4,5 часов, с пропуском следующей плановой дозы и частыми замерами сахаров для коррекции. За это я и люблю инсулины короткого действия. Где бы вы ни накосячили, через 4-5 часов все можно исправить. Продолжение следует...